Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа! Аллилуйя! Мир вам! Пускай Бог благословит вас обильно! Пускай Божьи благословения будут с вами! Я Максим Максим! Возьмите вашу кружечку кофе! И хочу сказать, добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры! Присоединяйтесь к нам! Мы каждый день встречаемся, кроме субботы и понедельника! И мы вместе, вместе ищем лица Господня! Вместе изучаем! Вот здесь домвера.ру Если вы сейчас смотрите на спутник, зайдите в Дом Веры! Или просто прогуглите Дом Веры! И вы сразу же найдете нас! И присоединяйтесь к нашей интернет-общине! Вместе мы общаемся! Ищем лица Господня! Вместе молимся! Вместе верим! Вместе ожидаем Божьих чудес! Сегодня моя тема о вере! Это уже третья передача в цикле! Хотя, знаете, я о вере говорю постоянно! Наша интернет-община, кстати, называется Дом Веры! И Дом Веры, это вообще потрясающее имя! Во-первых, так зовут мою маму! А во-вторых, Дом Веры, вера, это когда мы основываемся на... Наша жизнь основывается на вере! На вере в живого Бога! Мы веруем, потому говорим! Мы веруем, потому ищем лица Господня! Мы веруем! Верую в Тебя, Господи! Верую! Верую! И когда за окном метель и снег, когда у вас холодно, может быть, сердце, то давайте согреемся не только кружечкой теплого кофе, но и теплотой любви Господа! Господь любит всех нас! Господь любит тебя! Господь любит тебя! И Он отдал все, чтобы твоя жизнь была наполнена светом, благословениями, радостью, жизнью! Чтобы твоя жизнь была наполнена благодатью Господа! Аминь! Итак, вера! Вчера мы с вами, послушайте, дорогие мои, я сейчас обращаюсь к каждому из вас, вчера мы с вами говорили на важную тему, мы положили основание о... Эту камеру, пожалуйста, на включе, у меня младший сын сейчас пультом, иногда пропускает камеры, когда мы с вами говорили о вере, и мы говорили о том, что, чтобы пришла вера, необходимо слово, слово, растворенное верою. Если мы слово растворяем верой, тогда мы можем породить плод духа веры. Вера – это плод, который мы должны вынести. Низкий уровень Божьего слова делает веру слабой. Если в нашей жизни низкий уровень Божьего слова, то, как следствие, у нас слабая вера. Давайте так. Вчера я сверлил дырки на дрель специально с присоединяющимся аккумулятором, и вначале вроде нормально сверлило, но она не была, батарея заряжена полностью. И знаете, я сверлю, и он не может сверлить, и он останавливается. Это слабый заряд батареи. Низкий уровень заряда делает не только неспособным дрель сверлить, а еще она сверлит. Когда вот так в воздухе вроде... Она крутится. Как только в дерево вставляешь и начинаешь дырку делать, тогда она не сверлит. Низкий уровень заряда, он не только... Она шум издает, движение есть какое-то, но нету производительности. Низкий уровень слова делает веру слабой, а слабой верой трудно верить. Если у тебя вера слабая, тебе очень трудно. Вы знаете, здесь верующие делают ошибку. Они опускают свой уровень слова Божьего, но при этом надеются, что уровень веры у них будет расти. Если вы хотите, чтобы ваша вера росла, вера, которая творит чудеса, вера, которая делает невозможное возможным. Если вы хотите, чтобы уровень вашей веры рос, вам необходимо не опускать, а наоборот поднимать уровень слова. По мере подъема уровня слова, давайте так, чем полнее бензобак, тем дальше уедет ваша машина. Не опустошай свой бензобак. Многие люди любят ездить, знаете, меня всегда удивляли люди, которые любят ездить на почти пустом баке. И потом, когда он останавливается, он доливает чуть-чуть и опять едет почти на пустом баке. Я спросил такого человека, говорю, зачем ты делаешь вот эту... Ну, он говорит, а чего на полный наполнять? Я говорю, ну, все равно, кроме тебя никто на этой машине не ездит. Почему мы тебе... Моя позиция такая, пускай бак всегда будет почти полный. Даже если он наполовину, если заправку проезжаешь, если время, заправься. Лучше хранить свой бензобак почти полным. Не охрани бензобак на полупустом уровне. Многие, они всю жизнь хранят свой бензобак на полупустом уровне в надежде, что что-нибудь случится, что-нибудь произойдет. И у них машина поедет дальше. Наполните свою жизнь словом. Хотите ходить по вере? Наполняйте жизнь словом. Хотите видеть чудеса? Наполняйте жизнь словом. Хотите видеть Божью милость? Наполняйте жизнь словом. Хотите видеть действующего Господа в вашей жизни? словом. В начале было слово. В начале было слово. В начале было слово. Это фундаментальная истина. Хотите верить, имейте слово. Хотите сильную веру, нужно много слова. Вы знаете, когда мы употребляем неправильную духовную пищу, когда мы опускаем потребление слова и начинаем потреблять что угодно, кроме слова, мы не можем добиться ничего. Вера — это не эмоциональная составляющая. Это не эмоции. «Ой, я так чувствую, я так чувствую, я так чувствую, я так стою, вот так я чувствую, я так почувствовал». Вера ничего общего с чувствами не имеет. Вера — это доверие. Давайте так. Если я верю, значит, я доверяю. Но если у меня нет слова, чему я доверяю? Вера, она основывается на доверии слову. Я доверяю слову. Если я доверяю слову, тогда у меня нормальный уровень веры. Тогда моя вера может полагаться. Вера — это как бы двигаться в рамках слова. Но если мы минимизируем количество слова... Знаете, такое ощущение, что я не про веру говорю, а про слово. Потому что без слова, без слова не будет никакой веры. Без слова нет веры. Нет слова. Как верить, если нет слова? Как поверить? Вы верите, что есть Австралия? Вот я вас спрашиваю, дорогие, вы верите, что есть Австралия? Дорогие мои, вот там Слава, Татьяна, вы верите, что существует Австралия? Вы там были? Откуда вы знаете, что она есть? Вы слышали. Вы знаете, у вас есть информация, и вы уже доверяете этой информации. У вас есть слово, что Австралия существует. Даже если вы там не были, вы верите, что она существует. И когда вы верите, что она существует, вы летите в Австралию. Если же вы не имеете слова, что Австралия существует... Представьте, что ребенок рос всю жизнь, и он маленький, малыш, и он... Ему никогда никто не говорил про Австралию. И вдруг садится в самолет, и кто-то говорит, полетели в Австралию? Я говорю, что это такое Австралия? Я таких слов не слышал. Туда. Ты не веришь, что она есть? Ты не полетишь? Я не знаю, что она существует. Зачем мне туда лететь? Ее нету. Когда у тебя есть... Вы знаете, вот как Колумб шел в Америку, открывал Америку, или Индию он хотел открыть. Он хотел найти другой путь до Индии. И вот он плыл, плыл, плыл. У него была уверенность, что эта земля существует. Ни у кого другого не было. И знаете, многие люди доплывали и возвращались обратно. И вот когда Колумб плыл по океану, и имея уверенность, что там что-то есть, вот то же самое, мы плывем, если есть слово. Соединяйте свою веру не с чем-то другим, а со словом. Некоторые соединяют свою веру с деньгами. О, если бы я мог получить достаточно денег. О, если бы у меня было достаточно, я бы мог изменить мою жизнь. Они не на слове основываются, они основываются на деньгах. И они... Другие направляют свою веру на людей. О, если бы Максим за меня бы возложил руку, помолился. О, если бы вот этот человек, о, если бы мне выдали повышение на работе. О, если бы меня не сократили. О, если бы они снесли мой дом, я бы получил новое жилье. То есть, они... Понимаете, они концентрируют веру не на слове. Они концентрируют веру на чем-то другом. Они концентрируют свою веру на чем-то другом, кроме слова. Нам нужно слово. Хотите, чтобы в вашей жизни что-то изменилось? Ищите слово. Ищите слово. Многие люди ищут до благосклонного лица правителя в Библии сказано. Но судьба человека от Господа. От слова его. Такого рода мышление, если вы думаете, что кто-то мне поможет, оно приводит вас никуда, в никуда приводит. Оно ничего не изменит. Потому что оно основано на неправильных субстанциях, на неправильных вещах. Деньги – это плохой бог и плохой хозяин. Люди – это плохой бог. Не нужно из людей делать богов. О, этот пастор такой великий, такой помазан, он все проклятия разрушает. О, очнитесь, очумелые мои братья и сестры, одержимые личностью великого пастора. То они и к одному пастору бегут, то к другому, то к третьему. То там величайший из пасторов, то здесь величайший из пасторов. Тебе нужен бог. У них нет силы сделать то, что может сделать живой бог. Не нужно верить в деньги или в людей, или в пасторов, или еще в кого-то. Необходимо концентрировать веру на живом боге. Только он может восполнить все ваши нужды. Только он. Аллилуйя. Давайте откроем вместе Священное Писание. Откройте послание филиппийцам. Вы знаете, вообще это послание настолько важно. Мне уже очки нужны. Вы знаете, когда мы с вами смотрим в Священное Писание, мы оттуда находим познание истины приходит к нам. И вы посмотрите, что здесь сказано. Очень четко и лаконично. Филиппийцам четвертая глава. И здесь написаны такие слова. Ну, давайте так. Тринадцатый стих. Даже можно так. С двенадцатого стиха. Филиппийцам четвертая глава. Это Библия. Мы читаем с двенадцатого стиха. Умею жить с худостей, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод и быть в обилии недостатки. Тринадцатый стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Что я могу? Что? Я могу все. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И потрясающие слова. И девятнадцатый стих. Мой Бог, Бог мой, да восполнит девятнадцатый стих Филиппийца четвертой главы. Да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом. Мой Бог, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом. Послушайте, верующие в людей, верующие в пастырей с суперсилой, суперпроповедников, которые вот так халуя, не нужно верить в людей, вы становитесь, верите неправильного Бога. Это неправильный Бог, послушай меня, это неправильный Бог. Нужно верить в Иисуса Христа. Только Он может гарантировать, что когда вы придете и взыщите Его и праведность Его, то все это вам приложится, потому что так сказано в Писании. Посмотрите, Матфея 6 глава. Откройте Евангелие от Матфея 6 глава. Я читаю вам стих, ну, давайте возьмем 33. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Ищите Царство Божие и правды Его. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно каждого беспокойств на день сегодняшний. Послушайте, ищите прежде Царство Божие, ищите правды Его, и все это приложится вам. Послушайте, взыщите Бога, и все это приложится вам. Все добавится вам. Что я могу? Все могу. Что мне приложится? Все приложится. Что я могу? Что ты можешь? Все могу. Что вам приложится? Все приложится. Ищите Царство Божие, вы ищите правду, ищите слово, взыщите слово, аллилуйя, обожаю кофе, не знаю как вы, но я обожаю кофе, но ищу Господа, многие ищут кофе, вместо того, чтобы искать Господа, ищи Господа всем сердцем твоим, всем разумением твоим, послушай меня, дорогие мои, я обращаюсь к вам, если вы ищете Господа, если вы ищете правду Его, если вы ищете волю Его, если вы ищете Господа, тогда все вам будет прикладываться, прикладывается все, 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 все прикладывается в вашей жизни, ищите Господа и найдете Его, ищите Его слово, просто посмотрите, что Господь для вас сделал, Посмотрите, что Господь приготовил вам Он приготовил вам нечто потрясающее В его слове открывается все Если вы не знаете, что есть Австралия, узнайте Я вам говорю, что теперь вы верите, что есть Австралия Вы знаете, например, я не знал, что существуют кварки Кто из вас знал, что существуют кварки? Кто из вас знает, что существуют кварки? Я сейчас обращаюсь к Константину из Перми Вы знаете, что существуют кварки? Георгий из Нальчика, вы знаете, что такое кварки? Кто из вас? Александр Иисус Каменогорска. Скажите мне, вот вы сейчас там смотрите. Слава, существуют ли кварки? Что такое кварки? Кварки? Кто-то из вас слышал? Кварки? Что такое кварки? Это лягушки или что это такое? Интересно, что многие люди, они живут, не подозревая в существованиях кварков. Знаете, когда я изучал начальные пылинки Вселенной, в Библии сказано, что Господь сотворил начальные пылинки Вселенной. Нет, это не космос. Кварк, вот если все разбить до мельчайших частиц, атомы, нейтроны, вот эти, все вот это разбивать, разбивать, разбивать. Если вот так взять, хорошо нашинковать все, нашинковали все, материю. Самое начальное, что сейчас нашли, кварки. Меньше кварков, ничего не существует в данный момент. То есть, меньше кварков, ничего. Кварки это начальные пылинки Вселенной. Так в Библии сказано, начальные пылинки Вселенной. Это то, из чего сделана материя. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля, это была не земля, не земной шар, а это была просто материя, кварки, из которой Господь создавал все. В начальную пылинку Вселенной. Я не знал. Ну, знаете, теперь я знаю. Теперь вы знаете, что есть кварки. Теперь у вас есть основания, вы верите, что кварки существуют, хотя физически вы их не видели. То есть, вы не можете расщепить материю до такой степени. Но вы теперь верите, что они есть. Послушайте, вот примерно вера такая же. Нам нужно знать все из Священного Писания, что Бог приготовил, что Бог говорит. Я все, послушайте, когда здесь сказано, ищите Царство Божие, и все приложится вам, все приложится мне. Это основание моей христианской жизни. Мне все приложится. Это основание моей веры. Мне, Бог, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Это основание. Теперь, если мы берем слово, не человека, ой, этот пастырь, если он возложит руку, происходят чудеса. Хватит! Хватит сидеть и верить в человека. Вам не нужно сидеть и верить в человека. Обратите свою веру Господу. Направьте свои внутренние к Богу. Я понимаю, что Бог использует людей, но почему вы их делаете, идолов из них? Он такой великий. Не нужно делать ни из президента, ни из пастыра, ни из кого, идола. Не надо, не надо делать, не надо делать из людей, из людей каких-то, каких-то, он такой великий, Бог великий, велик Господь. Он славен. Послушайте, когда мы говорим, есть много благословенных пастырей, но не идолизируйте или идолизируйте. Любой человек, любой пастор, это всего лишь человек. Когда мы говорим о Боге и Его слове, это фундамент нашей жизни. Это основание, на котором мы строим. Все люди, кто полагаются и верят, что пастор, у нас такой помазанник, у нас такое, слава Божья, послушайте, это слава Богу, что у вас есть церковь, слава Богу. Но если пастор заменил вам Иисуса Христа, то вы будете отвечать, и он будет отвечать. Не вздумайте стать заменой Иисуса Христа. Не вздумайте приглашать людей к себе и говорить, придите ко мне, у меня есть источники жизни. Ничего у вас нету. У Бога все источники жизни. Ты ничтожество, припорошенное благодатью, воссиявшее, и не прославляй никакой прах. Все люди прах. Проклят всяк полагающийся на человека. А? Вон оно как. Драгоценные. Я стучусь к вам. Мне хочется, чтобы вы открыли для себя истину. Истина в Боге. В защите Его. И вам приложится. Слово Божье. Это единственное, что может активизировать нашу веру. Чтобы возбудить нашу веру. Бензин может активизировать вашу машину. Вера активизируется словом. Слово Божье. Это топливо для вашей веры. Насколько далеко вы хотите уйти. Я стучусь, если обращаюсь к вам. Насколько далеко вы хотите уйти. Как далеко вы хотите продвинуться в вашей вере. В вашем хождении. О да. Если вы хотите пройти далеко. Вам необходимо. Вам необходимо. Однозначно необходимо. Начать принимать слово. Принимая слово, вы получаете заряд жизни. Для вашей веры. Ваша вера оживает. Ваша вера наполняется жизнью. Ваша вера начинает меняться. Ваша вера начинает двигаться. Аллилуйя. Дорогие мои. Ваша вера начинает модифицироваться. Она становится сильной, крепкой. Дайте ей слово. Не надежду в человека. Не упование на деньги. Не упование, что ваш дом снесут. Нет, 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 нет. Я уповаю на Господа Иисуса Христа. Я уповаю на живого Бога. Я уповаю на царя царей. Аллилуйя. Сосредоточьте свое внимание на слове. Начните процесс соединения. Что-то сильное происходит у вас. Не просто на тексте библейском. Активизируйте ваши отношения с Богом. Активизируйте ваше хождение с Богом. Активизируйте ваши... Активизируйтесь с Богом. Активизируйтесь. Аллилуйя. Дорогие мои. Я стучусь к вам, обращаюсь, прошу вас, дорогие мои. Откройтесь. Откройтесь для Божьего Слова. Откройте, чтобы Слово Божие входило в вашу жизнь. Аллилуйя. Дорогие мои, я обращаюсь к вам, вдохновляю вас искать Господа. Вдохновляю вас искать Его Слово. Ваша вера может сделать невероятные вещи. Но если вы не получите Слово, если у вас не будет Слова, если у вас не будет с Божьего Слова, у вас не будет никакой веры. Аллилуйя! Ваша вера начинает действовать и поднимается тогда, когда она соприкасается с Словом. Теперь все, что нужно сделать вам, это освободить свою веру. Позволить ей сделать свое дело. Получили Слово. Вера активизировалась. Теперь вы освобождаете ее. Многие стоят и говорят, я верю, что у меня будет достаток, я верю, что у меня будет изобилие, я верю, что у меня будет благословение, я верю, что у меня будет все. Я верю. И вы знаете, когда вы говорите, что я верю, что у меня будет все, вы верите внутрь себя. Вы освободите веру, чтобы она жила снаружи. Чтобы ваша вера действовала. Чтобы ваша вера действовала вне вас. Чтобы ваша вера распространялась, расширялась. Чтобы ваша вера совершала великие чудеса. Когда ты слышишь истории людей, которые сделали что-то по вере, иногда у тебя бывает ревность. Ревность, что, а почему я не делаю? Почему у меня это не происходит? Почему Бог не действует через меня? И эта ревность, она может сделать, перейти в зависть. Многие люди хотят получить, давайте так хочу сказать. Они хотят получить, они хотят получить что-то особенное. Они хотят от Бога получить много. Я хочу, Господи, чтобы у меня было много всего. И денег, и здоровья, и всего. И они начинают искать пути, как получить умножение. Вместо того, чтобы искать глубины в слове. Христиане, которые ищут умножение, и при этом не ищут глубины, они заблуждаются. Это материалистическое христианство. Христианство, которое основывается на простом, давайте так, основывается на том, что наша вера, она принесет нам что-то хорошее. Мы не должны быть материалистическими христианами. Нам необходимо быть детьми царя. Если мы углубляемся в слово, происходит умножение веры. Если же мы углубляемся в умножение, ничего не происходит. Они говорят, что мне нужно сделать, чтобы моя вера умножилась? Иди глубже. Что мне нужно сделать, чтобы моя вера поднялась? Иди глубже. Послушайте, я сейчас ко всем к вам стучусь. Послушайте. Что мне нужно сделать, чтобы моя вера расширялась? Иди глубже. Как бы странно ни было, чтобы построить здание выше, Послушайте, чтобы здание стало выше, вам необходимо начать с того, что углубляться глубже. И это делать постоянно. Чем глубже дерево зарывается, чем глубже дерево опускает свои корни, тем больше оно приносит плода. Вот такая обратная связь. Если вы хотите увидеть умножение, начните с углубления. Если вы хотите увидеть рост, начните с углубления. Углубляйтесь в Божье Слово. Углубляйтесь в Бога. Углубляйтесь в отношения с Богом. Углубляйтесь. Копание, искание, жизнь. Легкий путь, когда вам кто-то говорит, аллилуйя, пожертвуйте мне деньги, и ваша вера умножится. Брехня. Аллилуйя. Если вы будете, вот хотите процветать, сделайте шаги процветания. Такие, знаешь, денежные бизнес-проповедники. Это все ерунда. Это такая ерунда. Когда вы хотите увидеть умножение, не нужно делать умножение. Не нужно верить в умножение. Не нужно исповедовать. Идите в Слово. Вы питаетесь Словом. Дерево, что нужно сделать? Пройти семинары по плодовитости. Да нет. Никакие семинары по плодовитости дереву не помогают. Все, что нужно дереву, хороший полив, хорошая почва, и чтобы корни шли глубже. И тогда дерево будет плодовитым. Тогда дерево будет, тогда дерево принесет величайшие плоды. Дерево станет эффективным. Дерево, в конечном итоге, начнет делать то, для чего оно создано. Приносить плоды. Не, послушайте, не пытайтесь найти ответы в семинарах об умножении. Вам не нужны семинары про умножение. Многие ищут, о, как мне умножится, как умножится. Ищите Господа. Ищите Господа. Ищите Господа. Послушайте, вот женщина, страдавшая кровотечением, она услышала Слово Божие об Иисусе, что Он творец чудес. Она соединила это слово с верой и затем подбежала, коснулась и высвободила. Она говорила себе, если я только коснусь одежды Его, то мое здоровье будет восстановлено. Если я только коснусь одежды Его, если я только прикоснусь к Нему, то я буду восстановлено. Вы знаете, когда она это сказала, послушайте, она услышала, что Иисус исцеляет. Она услышала о невероятных чудесах. Она сказала себе, сказала себе. Она исповедовала. Она исповедовала, что если я только прикоснусь. Это важный шаг веры. Она сказала сама себе. Она сказала сама себе. Все могу. Получу исцеление. И дальше она пробилась, коснулась Иисуса. И Иисус, обратившись, сказал, дерзай, череп, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здоровой. Вы знаете, когда мы идем глубже, когда мы касаемся в глубине слова, тогда происходят удивительные вещи. Наша вера расширяется. Не ищите себе проповедника, который только вас вдохновляет, не отпускает вас глубже. Вам нужно гида для углубления в Божьем Слове. Слово, растворенное верой, порождает веру. Вера высвобожденная производит действие. Действие приносит результат. Бам! С расширением. Многие бегают по кругу, пытаясь расширить свой круг. Вместо того, чтобы идти вглубь, ища Господа и правды Его. В конце я хочу помолиться и благословить вас. Господь Сидержитель, Царь Царей, Господь Господний, Иисус Христос, я прошу Твоего благословения для каждого человека. Благослови драгоценных людей, благослови этих мужчин и женщин, благослови их жизни, направь на пути Твои. Пускай, Господь, они принимают Слово, углубляются в Него, расширяют, погружаются в Слово. Я прошу Твоего благословения, благослови, Господь, каждого из них, благослови, Господь, их семьи. Молюсь, Господь, за каждого человека именем Иисуса Христа. Благословляю вас, да пребудет Господь с тобою во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Андрей Иванович, обращаюсь к вам, обращаюсь ко всем вам. Вам необходим Господь. Не отвергайте Иисуса Христа. Принимайте Его Слово, не просто как литературу, а как царя царей. Наш эфир подходит к концу. И я хочу сказать вам, дорогие мои, благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да явит Господь славу, да явит Господь силу, да откроет окна небесные, да изольет от Духа Своего на вас. Да пребудет с вами Господь во имя Иисуса Христа. Да благословляю вас. Спасибо за то, что были сегодня со мною. Хочу сказать спасибо вам за партнерство, за участие, за то, что вы поддерживаете Божье дело. Благословит вас Господь. Встретимся с вами каждый день, кроме субботы и понедельника, в это же время, в этом же эфире. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Спасибо вам за партнерство и за ваши дестины. Хранит вас Господь. Спасибо. 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 Спасибо.